Привет-привет дорогие! Сегодня КТ так неожиданно решила начать снимать влог. Сейчас мы позавтракали. Вадимка сейчас крутится там на балконе, делает сетку на окно, чтобы мы могли оставлять балкон открытым. Окно на балконе, точнее. А я сейчас собираюсь. У меня здесь кружка кофе, косметика разбросана. Я сейчас буду собираться, выходить где-то через полчасика с подругой, встречусь, передам ей вещи, которыми мы обменивались. Тоже подарочек для нее там, для ее семьи, скажем так. Вот, и сегодня у нас вроде не сильно жарко, потом у меня тоже еще дела. Хочу как-то вот так вот, вроде, не знаю, хочу как-то просто простенько накраситься. Ууу, как быстро прошло время, а я уже дома. Да, я со всеми, всеми, всеми своими делами на сегодня справилась, то, что мне нужно было сделать. Встретилась с подругой, мы, в принципе, с ней никуда так прям не пошли, просто немножко погуляли по городу, пешочком прошлись. Как вы можете видеть, у меня тут такая яркая помада. Да, я влюбилась в эту помаду, это мак героин, но ее не было в наличии, я ее хотела купить, но ее нету. Сейчас буду, наверное, что-то искать, обедать. Я вчера приготовила такой супчик с чечевицей и со свининой, наверное, его сейчас поем, потому что он очень-очень вкусный. Также надо разобраться, заняться стиркой, включить какую-то себе музычку. Да? Писать в ежедневник, что я буду дальше снимать. Нужно немного все запланировать. Кому-то ничего никогда не нужно планировать. Яшунечка, яшунечка. Что ты тут такой довольный, красивый в своем травяном царстве? Что, я схомячила тарелку супа, вам, кстати, так и не показала. Я раньше показывала такой вот. Он получается довольно-таки темненький, потому что здесь и чечевица. И у меня не было томатной пасты, я добавила домашнего томатного сока, который у меня папа областил. Очень вкусный суп, я обожаю томатный сок, особенно если он домашний. Я могу просто его литрами пить, но я сдержалась, добавила его в суп. Я вам не показывала вообще, что я привезла с собой из продуктов с Норвегии. В принципе, я взяла особо, я ничего не взяла. Креветки, которые я вам рассказывала, что у меня разлились в чемодане. Я раньше уже показывала, они просто в таком рассоле уже, чищенные креветки. И сейчас вам покажу, что еще. В принципе, большинство продуктов, так как у меня все-таки было весовое ограничение на самолет, мы собрали в посылку, так что где-то едет тоже посылочка с продуктами. Там кофе, тунец, ковяр. Всякие разные штучки. Мои ботинки зимние, кстати, там тоже едут. А взяли так то, что быстро портится и всякие вкусняшки. Это вот такой вот, даже не знаю, это не сыр. Это молочный продукт. Как видите, он здесь идет с лайсиками. Я знаю, что это вроде у них вот именно чисто в Норвегии такое есть. Это вот просто как такая твердая карамель, я бы сказала. Потому что по вкусу именно как карамелька такая. Они любят это кушать с вафлями, можно с блинчиками. Это тает и так вкусненько, как будто у вас карамель на вафельках. Вот здесь селедка в вакууме. Это соленая сельдь. Причем это сельдь, который сам муж моей мамы выловил. У них зимой там был какой-то просто супер улов. Они выловили где-то 300 килограмм сельди. Вообще с ума сойти. И они ее так интересно засалывают. Они ее очень-очень сильно прям вот солят. И когда хочется просто ее покушать, нужно ее замочить где-то на 3-4 часика в воде, чтобы вот лишняя соль ушла. И рыбка будет готова к употреблению. Ну такая все равно солененькая. Можно контролировать степень солоности, солености, как вам захочется. И здесь тоже рыбка. Это скумбрия. Но это уже магазинная. Потому что у них еще как на сезон. На скумбрии они еще не коптят. Это скумбрия горячего копчения. Было две таких тушки. Одну мы съели, а это вообще для моей бабушки. Тоже ждет. И еще вообще есть сухая треска. Но так как мы ее почти уже затрескали, треску, то там уже особо показывать и нечего. Уже одна просто спинка, шкурка осталась. Хочется что-то попить. Не знаю, сделать себе кофе или сделать себе горячий шоколад. Мой папа когда возвращался с Колумбии, я вообще в Инстаграме выкладывала фотку. Он нас угостил. Кофе, конечно же, привез. Вот здесь хранится наш кофе. Колумбийский. Боже, он просто нереально вкусный. Так вот в зернышках мы его сюда пересыпали. Тоже он нас угостил. Это именно шоколад. Который вот, чтобы готовить горячий шоколад. Это шоколад с сахаром и с корицей. Выглядит просто вот как будто обычная шоколадка. Одну такую плиточку на чашку кидаете. Там в молочке растапливаете в горячем. Чего-то он хочет на шоколадке на моей фокусироваться. О, есть. Пахнет тоже очень-очень вкусно. Мы с Вадимкой заточили недавно чашки шоколада. А из Норвегии я еще Вадимке привезла такие вот лакричные конфетки. Не знаю, ему вот нравятся лакричные конфеты, но это я взяла вот 100% лакрица без каких-либо добавок. Ну, по вкусу, как какая-то машинная шина. Я, честно, этого не поняла. Оно какое-то соленое. Вот эти вот получше. Это тоже лакрица, но здесь также есть малина. В принципе, здесь так маловато лакрицы. Эти больше таких вот таких вот, таких вот, таких вот, конфеток без сахара. Сегодня у меня довольно-таки много планов. Сейчас начало первого. Хочу сейчас сесть, поснимать видео. Еще один тест-драйв на тональное средство. Кто сидит на незастеленной кровати? Кто тут лежит? И там. Ой, кошатник-кошатник. Есть такая красивая борода. Нам пришла норвежская посылка. Ну что, мы будем вместе раскрывать? Это самая маленькая борода. Первым делом, наверное, мои кроссовки. Ой, мои ботинки сверху. Порезался? Это у них, по-моему, то ли 17 мая, это национальный день Норвегии, и там продавали разные уже штучки к тематике праздника. И мне показали, что это замечательный сверху. Это для меня. Да, это для тебя. Это я выхватила в том комиссионном магазинчике вообще за копейки. Это мои ботинки. Потому что здесь такие вот эти мельницы. Две банки какао. Одна банка для бабушки, одна для нас. Казиар. Это такая как икра, как паста, что ли. Кофе, супчики, супчики, Владимка. Супчики, супчики. Там не только для нас тоже будем делиться. Кофе. Это такая вот прикольная присыпка на... Ну, в общем, можно намного всего на хот-дох. Она такая как будто чипсики очень вкусная. Коллекция тунцов. Потому что мы очень любим спагетти с тунцом. Кстати, я бы сейчас поела спагетти с тунцом. Ты как? Конечно. Мы так давно не ели. Да, это мы еще с мамой покупали, но таких и не использовали. Она говорит, давай тебе. Потому что я в последний раз какие-то гаримые купил. Да, люди, не экономьте на спагетти. На самом деле там разница между дешевыми и нормальными. Не такая уж и большая, чтобы портить себе настроение. А, мой кускус. Такая вкусняшка. Скумбрия в томатике. Очень-очень вкусный макрель. Тоже можно с картошечкой или там со спагетти или с риском. В общем, с чем ходить. И кускус. Я первый раз вот у мамы попробовала кускус. Она тоже его так сильно полюбила и меня подсадила. Потому что, наверное, вы и сами по влогам смотрели, что я почти всегда его ела. А это... Нет, ты неправильно держишь. Вот так надо. Это я тоже выхватила в комиссионном магазине. Вот такой вот подсвечник. Очень крутой. Сколько он стоил? Стоил всего лишь 15 крон. Вообще. Сюда просто свечка насаживается. Такая большая. Как тебе? Поняла? Вот такая именно большая свеча с руками. Мне кажется, будет красиво для спали. Ну и все. Я вообще хочу сейчас снять видео. Но тут столько всего происходит. Вадимка начал убирать, потому что Лили перевернула свой туалет на балконе. И все в тырсе оказалось. Мне нужно поставить уже камеру на зарядку. Поэтому встретимся скоро. Буду заниматься делами. Возвращение блудной дочки домой. Вообще я уже успела доснимать тест-драйв на тональной основе. Мы успели поужинать. И я еще успела с мамой по скайпу пообщаться. Ты очень хочешь в кадр попасть? Сейчас буду заваривать для нас какао. В наших какао-чашках. Хотя они больше предназначены для завтрака. Так как тут на французском что-то там написано. Маленький завтрак. Чашечки, которые я в комиссионном магазинчике в Норвегии отхватила. Каждая по 15 крон. Они очень крутые. Я просто сразу подумала, действительно, чтобы у них пить какао. Ну, Вадимка у них тоже любит кушать сухой завтрак с молочкой. Дорогие, я думаю, что на сегодня я и закончу свой влог именно здесь. Вадимка может с вами тоже попричать. До новых встреч. Подожди, пусть остынет немножечко. Я же хочу поскорее просто снять косметику с лица и лечь тоже отдыхать. Хотя немножко тут собиралась поредактировать видео. Пить какао. Так что до завтра. Кусики, ребятушки. Сегодня у нас четверг. Я, как вы снова видите в своих любимых рубашках, я просто с ними не могу расстаться. Сейчас собираюсь ехать по делам. Это вот моя новая прическа. Конечно, тут тоже, наверное, не очень хорошо видно. Но получился такой именно амбре-эффект. Более такой натуральный. Сейчас идем смотреть мебель. Ну что, теперь череда радостных новостей. Во-первых, наверное, самое главное. Я, наконец-то, забрала свой диплом, который я защитила еще в прошлом году. Но все, никак не хотелось. Мне снова ехать в универ, даже просто его забирать. Дальше забрала посылочки. Здесь должна быть у меня косметика, бронзер для тела. Буду пробовать не быть бледной поганкой в этот сезон. Такой вот у меня здесь бронзер для лица. Автозагар, точнее. И для тела. Котя, это я не тебе. Это я рассказываю, что мне тут. Смотри, буду я не бледной поганкой. Это автозагар, который смывается водичкой. Буду красивой и загорелой. Я тоже. Ты тоже? Не буду бледной поганкой. Хорошо, и тебя намажем. Та-та-та-та-та-та-та-та. Еще будет конкурс на крутые бальзамчики, которые я вам вот показывала. Вот такая вот мочалочка для нанесения. Будет очень интересно. На ножки нанесу. И получается вот это для тела боди, А вот это вот для лица Я вот сейчас нанесла на руку Вообще нет никаких полос Хотя у меня здесь, конечно, было миллион еще тональных средств Я тестировала сегодня в магазине Очень приятно наносится И мне уже не терпится нанести Очень сладкий Очень сладкий и очень липкий Я не знаю Сколько ты ставишь? Как ты думаешь, сколько ты сможешь преодолеть? Штук 6, наверное, максимум Потом сразу выплюнуть Я думаю, наверное, штуки 4 Ну, посмотрим Насчетки большие Да, и нужно засунуть, получается, один кусочек И сказать чаби-бани И так дальше именно кто больше всего сможет Гриб передав сладкого Потом будем друг друга откачивать солью Я думаю, что вы хотите деть на groove? Вы смотрите на движение